Иерусалим успокоился. Начальство понимало, опасность миновала. Главный смутьян, возмутитель спокойствия был убит. Приветствия друг другу. Все затихло. Покой и суббота. Но никто не знал, что в эту ночь зарождалась новая эра. Жизнь. Воскресенье. Сколько вот людей слушают и надвое делятся. Примут или не примут. Одни и те же слова. Одинаково все понимали. Вместе два разбойника. И вдруг один обращается, а другой нет. Объяснение-то ведь никакого не можем дать. Одни вышли из партии. Стали верующими. А другие по сегодняшний день состоят в этой преступной организации. А состояли в одной ячейке. Везде участвовали вместе. Вот это и есть труд Духа Святого. Сегодня Так уж заповедано. Как бы оно в службу не входит, но считает деяния апостолов. И мы слышали на русском языке. Понятно. А почему? В мире ничего не изменилось. Никаких апостолов на проповедь еще не вышли. Никто. Полная тишина. А вот эта церковь как бы предвосхищает. Что дальше произойдет? В одеянии апостолов Евангелие закончилось. Христос воскрес. Этим заканчиваются четыре Евангелия. И только Лука чуть продолжает. А вот здесь-то вся суть и есть. Христос воскресший устанавливает свое царство. И сегодня на литургии будет считаться Деяние апостолов 1 глава 1 по 8 стих. Я хочу пояснить несколько слов. Иисус собрал учеников. Четвертый стих. Повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. Пассивное ожидание. Никуда не расходитесь, запритесь. Это было им сказано сороковой день. И они будут сидеть десять дней. Что в этом есть? Вы можете каждый подумать. Мне вот такое открыто, что вот это и есть самый настоящий общий монастырь. И продолжительность его только десять дней. Десять дней. Закупоренные, как за стенами. Ни на что больше не похоже, как на монастырь. Десять дней они сидели. Вот монастырский опыт, он закончился там. До сошести Духа Святого. Если сегодня кто-то запечатывается за монастырские стены две тысячи лет, это состояние до сошести Духа Святого. Вот и какой нашел выход. Почему? Да он сказал, сидите и ждите и... Две тысячи лет сидите и ждите, он сказал. Нет, ждите обетование Духа. Вот и все, сидение кончилось. Как только я пошлю вам обетование обещанного, все кончилось ваше сидение. Монастырь можете закрывать. Уединение ваше кончилось, созерцательная ваша трудоспособность кончилась. Идите в мир. Вот что значит. И те, которые создали монастыри, они находятся в состоянии вот этих десяти дней. И более того, сейчас посмотрел по Священному Писанию, где свифра десять дней встречается. Это требует большого исследования. Что монашество пошло не тем путем, это доказывать не надо. Сидите и ждите. А когда дождемся, как мы узнаем, что мы получили обещанного? Узнаете. Я вам языки развяжу. Вы сидели, боялись друг друга, шепотом разговаривали, с запертыми дверями, но когда человек закрылся, чтобы никто не арестовал, ясно, что там плеской не занимается. Ночью свет не зажигают. Вот когда разыскивали комсомольцы, кто верит, мы, говорит, сидели возле окна, под подоконником, чтобы из окна не видно, они в окна везде заглядывали, свет, говорит, никогда не зажигали. Боялись, подсматривали, утром доложатся. Вот это состояние учеников. И мы слышали, как Петр пришел, и они замерли. Служанку послали, а сами трясутся. Постучало, Петр пришел. А ведь и время-то уже прошло, сколько уже и Дух Святой сошел. Это уже история церкви идет. А что спрашивать, когда Духа Святого не было? Но вы, восьмой стих, примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Бессильные оживают, воскресают. И что? И будете мне свидетелями. Вон в чем дело. Не так, что Дух Святой придет на вас, и вы теперь зажгуритесь, сны будете, как монахи, видеть. Видение, эти жития пропитаны этим. Нет. Монахи скажут, а на нас Дух Святой сошел. А почему не облеклись силой? А скажут, облеклись силой. Ну, дальше читаем. Будьте мне свидетелями. А кому вы свидетели, когда два монаха не имеют права разговаривать-то? Ну, что тут доказывать-то? И будете мне свидетелями, где? В монастырских стенах? Нет. Теперь я вас оттуда вытащу, будете в Иерусалиме. И это не все. Иерусалимские стены, город окружен высокими стенами, вас не задержат. Будете мне свидетелями во всей Иудее. Но и эти границы сломает Дух Святой. Будете мне свидетелями Самарии. И это еще не все. Ваше монашество осталось позади. И будете мне свидетелями даже до края земли. Все. Земной шаропоясок. Что-то непонятно. Ну, если они не пошли, кто запер? А заперты были сотни тысяч монахов. Тысяч во всем мире. Это означает, не облеклись силой. Не дождались обетования, голоса Божия не слышали. По-другому никак нельзя понимать. А если не облеклись силой, апостол Павел говорит, кто Духа Святого не имеет, тот не Его. Нельзя так, что Дух Святой сошел, и я против Духа пошел. Дух Святой, если сошел, ты должен голос Духа слышать. А голос, говорит, будете мне свидетелями. Свидетелями Его вы. Тут же открыто все сказано. Открытым текстом. Давайте посмотрим по Священному Писанию. Я просто прохожу по Писанию в эту пасхальную ночь. Не случайно считаю раздеяние апостолов. Деяние, а не сидение апостолов. Иначе так бы и сказали. Эти места читать не надо пасху. А еще ничего нет от Духа Святого, но уже предвосхищает Церковь. Все. Сорок дней утешения при воскресшем Христе, а далее Он уходит. Уходит, теперь совершается самое главное. Для вас лучше, что Я уйду. Ибо Дух Святой придет в каждом сердце будет. Каждое сердце, оплодотворенное Духом Святым, начнет рождать новых чад. Дух Святой начнет печатать. Печать моего апостольства. Вы во Христе. Что может человек показать, какую печать, где рождение, если он один сидит? Ну, ясно, что ему невеста нужна. Чтобы родился, то жениху невеста надо. А далее, повенчайте, чтобы жили они вместе. И Господь говорит, я жених вашей души. Все жених грядет в полунощи. Встречайте его сегодня. И оплодотворение с семенем божественной проповеди. Другого нет. А я буду сидеть молиться. Не написано. Но с семенем называется слово. Вышел сеятель сеять. И дальше поясняется. Не сидел сеятель, где-то зажался в корзинке с зерном, в амбаре. Но вышел. Как этого не видеть? Почему я должен упреки слышать? Для тебя умных не было. Зачем мне за всех отвечать? Есть слово Божие. Мы строим жизнь свою по указанию Духа Святого. И вот как здесь написано. Деяние апостолов. 2.4 И вот ныне говорит. Слово Божие принявшие крестились и уверовало три тысячи человек. Значит, апостолы уже не сидели, облеклись силой, задание было выполнено. Они сеяли слово и обратились от проповеди, не от того, что шло богослужению. Повторяю, я не против богослужения, но не надо заменять одно другим. Богослужение это радостное соединение с Господом. Почему мы празднично одеваемся, приветствуем друг к другу. Это соединение с Господом возможно тогда, когда чадо родилось, а рождение от проповеди. Если нет проповеди, ничего и не будет. О чем свидетельствует вопрос? Будете мне свидетелями до края земли. Мы это поняли, готовы, вышли, обулись, стоим, ноги готовы благовестовать. А что благовестовать? Сейчас мы посмотрим. Екклесиас, пятая глава, третий стих. Написано так. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что Господь не благоволит глупым, что обещал, то исполни. Господь исполнил, прислал, да. Мы обещались Ему служить доброй совестью в крещении, да. Все, сошлось. Теперь выходи и иди. А если ты услышал голос Божий и не вышел, обещание не выполнено. Мы нарушили то обещание, которое в водах крещения при рождении. Это рождение духовное. Иона книга и говорит, как Иона был в очереве кита три дня и три ночи. Три дня. Это невероятно. Через три часа убивали кита, который разбил шлюпку и проглотил человека. Человек весь разваренный уже. три дня и три ночи он там ките молился. Вот так вы будете. И он молился и говорил, что обещал я исполню спасение у Господа Бога. и Господь тогда повелел и кит изрыгнул его, как по-своям сказали, изблевал его на берег. Я тут тоже вижу, что обещания полного нет и закладнули два тысячелетия. Так все и стоит. Что обещал исполнить? Это обещания нету, все замерло, проглотилась земля, мертвый человек лежит, ничего у него нет. Послание Крильмам 4 глава 21 стих И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Речь идет об Аврааме, о воскресении. Нож в руке Господь говорит, зарежь своей рукой. Сколько поношения за эти тысячи лет было за это требование. Баптисты приносят жертву, другие приносят жертву, 50-ники детей режут на каждом шагу. Почему? У вас в Библии прямо сказано, Бог требует жертву, но она не исполнилась жертва, Бог остановил руку его. На Авраам то что думал, старик? Еще один раз чудо будет, еще заподомосит царо? Нет, он верил обещанию, если потомство будет от Исаака, он силен его воскресить. И там уже намек был на сегодняшнюю ночь был исполнен. А это означает, что смерти нет. Авраам в это поверил, а нам намного легче верить, мы уже столько слышали об этом, и Лазарь воскрешенный был. И сегодня ночью, 2000 лет назад, воскресли многие из гробов и явились во Святом Граде в Иерусалиме. Опять же, Господь как сделал? В землю не закапали, а в пещере открой, покойников видно было. А если вот в нашей это местности было, представь, как бы тут под землей, даже невообразимо. И уже заранее форма погребения все было подготовлено к тому, чтобы реально можно было зайти в гробницу посмотреть. Ну, на счет ты на кладбище посмотришь. Подошел холмик, ничего нет. Вот как Бог сделал, какие национальные корни, традиции, обычаи, вот они все здесь и были. Кремлян 15 глав 8 стих. Христос исполнил обещанный отцам нашим, Павел говорит. Какое? здесь говорит, ждите обещанного. А Павел говорит, он обещал это отцам нашим, искупление во Христе Иисусе. А спрашивается, для чего это нужно? Ну, жил человек умер, и верующий жил умер. Искупленный входит в общение как сын, не как отверженный раб со Христом. И ему Бог посылает дары, когда он примирен. Если кто-то враждует, ему какие дары? Он враг, ему ничего нет, он ушел в стан врага. Когда мы приняли крещение, мы стали Богу, Бог исполнил обещание и дает нам Духа Святого. И Дух Святой дает нам веру. Вот почему мы откликнулись на призыв Божий, а другие слышали и не поверили. Я ему доказываю, он не верит. Дух Святой не коснулся. Когда Дух Святой коснется сердца, человек сразу меняет отношение к этому. Я не знаю, почему я вчера не верил, а сегодня встал, как будто все повернулось по-другому. Послание к евреям, 10 глава, 36 стих. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Мы как-то рассуждали о том, что если у кого не доставят мудрости, да просят у Бога, дающего просто и без упреков, Яков говорит. Просят хлеба, а получают Дух Святой. Потому что все дары Божии, какие только на земле были, они все от Духа Святого. И жизнь и подателю. От него это все идет. И вот этот хотелось рассмотреть один монастырь на 10 дней, где апостолы сидели. Но раз вместе были, не выходили, это означает отделенные от мира. Мы находим в первой книге Царств 25 глава 38 стих. Случилось так, что первый царь Саул очень погрешил против Бога. Но у него был сын Иоаннафан, который дружил с Давидом. Случилось, что Бог обещанное выполнил слово, уничтожил этого царя, и прибегает один Амаликитянин на третий день, а тогда связи никакой не было, и говорит, полное поражение Израилю. Царь убит, и сын его Иоаннафан. Прорыдали, проплакали, и Давид тогда и говорит, расскажи, как ты поверил в это, что он убитый? Ты сам своими глазами видел? Да, он упал на копье, и уже он умирал, и говорит, не могу умереть, закали меня. И я его зарезал, снял с него венец, запястье с руки, вот тебе принес. Я три дня к тебе бежал сюда, чтобы оповестить. Когда до этого места доходишь, кажется, все было правильно сделано. Но Давид говорит, как ты посмел на помазание ка Божию руку поднять? Да он же умирал. Я спрашиваю, как ты посмел? Ты знал, что он, царь, знал? Но он же уже две минуты бы умер, он не хотел живьем в руки врага попасть. Как ты посмел? И тут же оруженостор говорит, сними с него голову. Кровь твоя на твоей голове. И он умер. Вот так касается помазанникам Божьим. Дух Святой помазал первых апостолов Духом Святым в день Пятидесятницы. Сейчас мы все в деяниях апостолов это слышали. Кто посмел повеление Божие отменить? Помазанникам Божьим снять голову? носится перенесение главы Иоанна в креститель. Одно приобретение, обретение. Второе, третье. Потеряли голову. Главное потеряли язык, проповедь. Кто посмел на помазание Божие поднять руку? И какой ответ за это будет? И мы несем сегодня эти последствия. Да, действительно, сейчас объясняет эта церковь, пошла другим путем, но кто это все придумал? Ведь когда-то этот разбор будет. Если к тому, который уже был отвержен Богом, поднятие руки грозило собственной смерти, то что будет тому, кто решился голову снять в церкви? Проповедь, язык. Самое главное, проповедь она не стала. И мусульманство, и все, что в мире случилось после отнятия проповеди, все лежит на тех, кто это придумал. Я не останавливаюсь на этом, я копаю дальше, смотрю, до конца исследую, кто это все сделал. Нахожу аллегории, пророчества в Ветхом Завете, совершилось невиданное преступление, потягательство на обещанного Бога, Духа Святого, на проповедь, и все замерло, окостенело, в кошмаре одних предрассудков и обрядностей. Наступил антракт благочестивого безмолвия, как один выразился. Считает Слово Божие, апостолы, никто ничего не понимает. Благочестивый антракт безмолвия на тысячу лет. В Откровении 2 глава 10 стих сказано «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть, ибо вот сатана будет ввергать вас в темницу и будешь иметь скорбь дней 10». И здесь тоже Христос уходит и тюрьма сидят они запертые 10 дней. Я никогда раньше до этого не доходил, сегодня посмотрел, это уже так все прямо. И будет ввергать сатана вас. И сатана будет запечатывать, чтобы ничего не слышали. Но мужайся, доверься мне, я разорву эти оковы. Эти оковы не могут разорвать десятки столетий, два десятка столетий, две тысячи лет, не могут разорвать эти оковы. Мужайся, я укреплю тебя, Господь говорит, здесь что-то совершилось более страшное, никак нельзя разорвать эти оковы. Все силы сегодня брошены, чтобы только никто ничего не говорил. Увидели, как буйствуют, когда мы ходили на прощенное воскресенье, как выше на улицу они бросаются. Только никто не говорит, что вы учите других, мы все слабые, а потому и слабые, что они, Слово Божие потеряло силу, потому и слабые, что Господь говорит, примите Духа Святого, вы запечатали и не даете. Вы сами говорите, вы слабые. Экономия вам нужна, снисходительность, где ты зашел снисходительность? У Бога нет снисходительности к ленивым. А говорит, стяжите по рукам и ногам и выбрось и возьму внешнюю, ты не развил эти таланты. Откуда это учение пришло? Опять же оттуда. Мы слабые, немощные, грешные, многогрешные, Господи, помилуй, сорок раз. Корень-то вот он где. Десять дней и на этом все кончилось. У пророка Иезекииля. 30 глава, 21 стих. Господь говорит, я дам тебе силу, чтобы ты мог держать меч. Сила-то вот для чего нужна. А меч и Слово Божие. Слово Божие было отнято. Я даю силу, Господь говорит, обличетесь и пойдете с мечом, и ничто не устоит. Меч отняли, Слово Божие нигде нет. Если Господь позволит, будет у меня еще издание, дал мне Бог, милость великую, наконец-то, через 44 года, как я уверен, я нашел перевозчиков, кто переводил Библию на русский язык. Главную перевозческую работу проделал крещеный еврей Хвольсом. Какие были эти люди сильные. Они составляли учебники для евреев, как они знали язык. Лучше самих евреев знали. И это спустя уже 800 лет на Руси было христианство. Никого не было, переводить нельзя было, ничего. Макария здесь прославляет макарийские чтения. Оказывается, многое не договаривает про Макария. Я слышал, что его наказывали, но не знал, за что. За перевод. Он прекрасный был переводчик. И он все силы положил, чтобы русскому народу дать Евангелие на русском языке. Его отстраняли от миссионерской деятельности. Его наказали, заточили в монастырь. Вот это самое Макария. И он за свои деньги попытался еще снова что-то сделать, но от перенапряжения всего внезапно умер. Он жил-то там какие-то 40 лет. А Господь говорит, дам силу, обречетесь силой и пойдете. И меч будет у вас в руках. Это все отняли. Это надо вспомнить пасхальную ночь о героях веры. Евреям 11, глава 11 стих. Верую сама Сара, будучи неплодно, получила силу принятию из семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Ждите обещанного Духа Святого. Сара ждала. И даст силу, ну ведь силу-то я понимаю, дать молодому силу. А что дашь, когда под 100 лет? Да и он-то сам омертвел, она ему уже и не нужна была, астара. Вдруг все она достала и сотворилась как надо и родится сын. Почему церковь не рождают? Потому что семени нет, а мертвела утроба. И разговоры о приобретении это нету, и кого-то уходит, много сектантов, надо какие-то меры принимать, жидомасоны виноваты. То есть где угодно сатана вводит людей. Виноваты то, что мы не принимаем силу, которую Бог дает даром. И виноваты те, которые препятствуют этому. Вот почему деяния апостолов мы сегодня и считали. Чтобы дрогнули наши сердца. Пророк Исаия, 3 глава 10 сих говорит, верующие в меня имеют название мои свидетели. Амоз 3.13 Слушайте и другим засвидетельствуйте. Деяние 5.32 Вы свидетели всему, что вы видели. А я скажу, вы свидетели тому, что вы сегодня слышали. И Дух Святой, которого Бог даст, повинующихся Ему, развяжет языки. Итак, собравший учеников, повелел им, повеление означает дал приказ, никуда не отлучайтесь. Когда Дух Святой будет здесь, а вы по своим делам, то вы его не получите. Я в определенном месте даю, вот здесь и нужна нам молитва. А я могу подумать, что это как раз сегодня относится к литургии, к богослужению. Для того мы приходим сюда, чтобы обрежься силой Духа Святого и, получив ее, выйти из храма и быть свидетелями. И пусть в эту пасхальную ночь Господь соделает нас другими нас, чтобы утробы, сердца, душа были способны плодоносить. Приняли семя божественное, как сарра. И будет столько чад, которых не сосчитаешь, как песку морского и как звезд на небе. Аминь. Аминь.